ПОДВИГ Советская литература был подвиг. Собственно, главная тема, собственно, главная задача советской литературы поднять, поставить на пьедестал тему самопожертвования. А что было до этого? А что было после этого? Где мы сейчас с этой темой? В литературе, в жизни? Вот об этом мы сегодня и поговорим. Наши гости. Ольга Будина, актриса. Для съемок в фильме Глеба Панфилова «Романовы. Венциносная семья», где играла царевну Анастасию, наша совсем тогда юная героиня остриглась наголо. А в фильме Алексея Учителя «Дневники его жены» с пронзительной достоверностью сыграла драму юной подруги великого писателя. С учетом смягченных обстоятельств мирного времени, каждый из этих эпизодов, если и не подвиг, то по меньшей мере поступок. И для женщины, и для актрисы. Егор Исаев. Поэт-фронтовик. С подвигом знаком не понаслышке. Военкомат пришел добровольцем. Его брать не хотели, слишком был молод. Егор Александрович знает. Война, говорит, в окопах на «ты», там на «вы» не говорят. Там сегодня жив, завтра нет. Война и поэзия, по его мнению, два великих слова, насыщенных смыслом, насыщенных жизнью. Война – великая печаль, великий подвиг. Егор Александрович, вот у вас звезда. Мы вас любим и ценим, как замечательного писателя, поэта. Мы с вас и начнем. Что такое подвиг? Вы знаете, хочется непосредственно обратиться к языку. Что такое подвиг? И что такое поступок? Казалось бы, два понятия рядом. Да, это понятия, так сказать, можно сказать, братья. Но с большим различием. Поступок может быть хорошим и плохим. Он может быть в тени и может быть, так сказать, на свету. А вот подвиг, он не может быть плохим. Поступок может быть злобным, злым. А подвиг просто не может быть злым. Егор Александрович, смотрите, значит, наша страна – страна, которая совершила подвиг. Можно ли сказать, что ради этого все позволено, как говорил Достоевский? Вот маршал Жуков бросал тысячи, тысячи, тысячи людей, чтобы мы победили. Есть ли грань, за которой мы сказали, нет, это было слишком много, надо было поменьше. Вот как вы сами, как писатели, решаете этот вопрос? И вы знаете, какая вещь? Некоторые такие, что мы, так сказать, мясом победили. Нет. Мы победили и умом. Мужественным своим, отдачей полной победили. И таким образом, и подвиг для нас, это было непонятно, и это не плакатное понятие было. Это сущее плакатное понятие. Понимаете, я не возвращаю подвиг добра. Понимаете, и поиск, не может быть подвиг показным. Понимаете, на показ. Подвиг на полную отдачу. Это само пожертвование, полная отдача. Как же это на показ? Конечно, не может. Я согласен. Конечно. Дмитрий, если подвиг это то, что мы делаем во имя добра, то может ли враг совершить подвиг? Егор Александрович прав, когда он начал рассуждение о подвиге с внутренней формы слова. Да, но все же, мне кажется, здесь многое осталось недоговоренным. Поступок от слова ступить, сделать шаг. Да, шаг вправо, шаг влево, он может быть разный. Подвиг это то, что нечто сдвигающее, сдвигает. Правильно. То, что сдвигает не только результат моего непосредственного поступка, но и картину мира. Да? Конечно, может быть, а не жертва. Вот я скажу парадоксальную вещь. Подвиг это не самопожертвование. Вернее сказать, иногда это совпадает. Согласна. Очень часто совпадает. Конечно. То есть это не высшая степень самопожертвования? Нет, нет, нет. Это вещи пересекающиеся, но никак не совпадающие. Иногда необходимость. Просто необходимость. Простота. То есть мы приходим к тому, что это некая подвижка, поддвижка, да? Поддвижка. Некое движение к нравственному. от своей траектории, но всегда по восходящей. Ну, я бы даже... Если мы говорим про преимущественников, да, которые как бы совершают подвиг в нашем представлении, но это их работа. Это профессия у пожарника. Это для них не подвиг. А вот человек идет мимо и кого-то спас. Он инженер, и ему не нужно никого спасать. Он подвинулся, да? Внутри себя подвинулся и спас. У него подвиг. Кстати, передо мной вот все время возникает античное значение этого слова, и оно отличается от того, о котором говорил Виктор. Мне кажется, что подвиги Геракла, ну, это чистый аммоним, да? Это просто какие-то поступки, которыми он расплачивался за некие вины и так далее. Грехи. Он же убил своих детей. Он убил, да. Но есть другое понимание подвига античное, которое основано прежде всего на том, что человек ощущает необыкновенное единство с космосом, с волей богов, с целым. Вот я во мне, как в точке, сходится абсолютно все. Поэтому мой простой поступок сдвигает мир. Я возвращаюсь к подвигам врага. Да, подвиг фашистских офицеров или солдат. С точки зрения самопожертвования, он, может быть, таким и был, да. Кто-то, конечно, мог собой жертвовать. Но мы же понимаем, что в целом фашизм, если и сдвинул мир, то в определенном направлении. В том направлении, чтобы больше никогда в эту сторону не идти. И вот здесь очень точно вы говорите. То есть если мир подвигом сдвигается в сторону добра и замыкается на высших ценностей, тогда это реальный подвиг. А иначе это то самое геройство, да, узкопонятое. Узкопонятое. Или качество, или выпендрежность, или игрочистолюбие, ну что-то в этом роде. Подвиг – это мужское дело? Подвиг – это любое дело. Это даже детское дело. Потому что, как мы правильно только что обратили внимание на то, что подвиг все-таки это не самопожертвование. Хотя об этом еще поспорим. Подвиг – это вот некая польза, которую мы совершаем, которая идет в разрез нашей, допустим, профессии. Но я это совершаю, потому что я не могу этого не сделать. Я при этом ничем не жертвую. Просто на сегодняшний день я хочу сделать вот это. Не знаю, если я вот прохожу мимо, и вот ребенка кто-то обижает, то я могу помочь этому. Я не совершу никакого подвига. Просто мне так неприятно, что обижают ребенка, что для меня это становится очень важным. И я могу так просто скидиться. А для других – нет. Сергей, может быть, подвиг Матросова это просто подвиг нашей необеспеченности технической. Может быть, потому мы вот были растерянны, оказались в таком положении, и надо было уже бросаться на амбразуру, а было бы все в порядке, и не надо было совершать этот подвиг. Как вы думаете про Матросова? Вы знаете, есть такой документальный фильм, сделанный, кажется, то ли по дневникам, то ли по интервью Григория Чухрая. И он рассказывает о том, что когда он был на фронте, и он и его товарищи слышали о подвиге Матросова или подобных подвигах, они даже не смеялись, а злились, потому что они говорили, что это чушь полнейшая, что ни один нормальный человек не полезет на пулемет. И это не геройство, а глупость. Первые документальные фильмы, которые показывали своих героев, они как искали героев? Нужен герой, человек выдающийся. Отсюда первые документальные фильмы «Флайерти» о людях, которые в фильме на ног севера противостоят трудностям полярной жизни. Люди, которые живут на скалах, люди, которые сражаются с акулами. В советских фильмах это люди, которые отстраивают страну с нуля, ну, в общем, сворачивают горы. Но в какой-то момент стало понятно, что подвиг это некое социальное требование к представителю общества, но не к личности. И это стало особенно заметно, когда вдруг в «Трех песнях» о Ленине бетонщица, рассказывая о том подвиге, за который она получила орден, рассказывала о нем так, как о совершенно естественном поступке. Для нее это подвигом не являлось. И вот, начиная с этого момента, то есть это где-то начало 30-х годов, документальное кино идет в поиске того, что за человек. Оно старается абстрагироваться от подвига, беря человека, который совершил этот подвиг к пониманию общества, и найти, а что он за человек. И вдруг выяснялось, что этот человек, этот подвиг – явление трансцендентное друг другу. Они не являются чем-то, подвиг не является чем-то таким, что человек обязан совершать. И дальше уже весь путь документального кино как раз посвящен тому, чтобы найти какое-то оправдание человеку вот тому, что такое подвиг, который является, с одной стороны, частью жизни человека с точки зрения общества, а с другой стороны, тому, насколько вообще соотносим человек с этим подвигом. Я хотел бы продолжить тему, начатое уважаемые коллеги, по поводу понимания, подвига древними, потому что, по-моему, это понимание вообще на века, оно видоизменялось, но древние они тонко свое дело понимали. Вот понимаете, у меня какое ощущение, если брать в историческом разрезе, ну, Россию, 19 века, общественное движение, общественную мысль, да и вообще можно абстрагироваться от этих реалий. Подвиг, по-моему, это некая точка, вот, два пространства есть. Есть пространство человеческое, есть пространство обыденной реальности, к которому мы привыкли. Есть легенды, да? Есть пространство жесткое, диктующее нам свои правила поведения. И у нас всех, или большинство, по крайней мере, тут разные точки зрения могут быть, есть то, что называется искрой божией, или то, что Кант называл моральным законом, есть ощущение того, что очень много неправды, несправедливости, мы с этим сталкиваемся постоянно. Правила игры жесткие. Если ты играешь по правилам реальности, то ты, будучи пореженным человеком, ограничиваясь, ну, ворчанием, в кругу семьи, в кругу близких друзей, тем, что называется, такой критикой с житьем, с кукишем в кармане. Если у тебя чувство того, что смириться с этим невозможно, а есть люди, у которых искра божия, наверное, горит ярче, и даже не обязательно всегда постоянно, она может вспыхивать в какой-то конкретной ситуации, то ты вырываешься из этого обыденного пространства, с пространства реальности и начинаешь жить по-божески. И вот это называется подвиг. Тогда Россия – это место для подвигов. Да, да. История русского общественного движения в 19 веке – это главная тема подвига, несомненно. А может быть, подвиг – это тогда, когда победил. Вот Матросов совершил подвиг, потому что потом вся страна вместе с ним победила. Как ты думаешь, Пеш? Это интересно. Я, конечно, думаю, что подвиг к победе не имеет никакого отношения. То есть подвиг Матросовы, скажем, ничуть не был бы менее ценен, если бы там вдруг бы наша страна как-то проиграла бы войну. Можно даже сказать, что наоборот. Подвиг – это прежде всего пренебрежение тем, что называется здравым смыслом. Мы, в целом, живем сами в себе не как в квартире, которую мы всю заселили, а скорее как в огромном дворце, где мы занимаем только одну, максимум две комнаты. И в момент подвига человек, видимо, проносится как стрела по разным анфиладам этого дворца, видит их мельком. И понимает, что он на самом-то деле сам себя не знает. Я думаю, что это и самое важное содержание подвига. Ну, кроме его общественного содержания, в нем содержится не менее важное индивидуальное содержание. Это озарение всегда своего рода, прорыв. Да, Дмитрий. Я бы хотел не согласиться с Павлом. Вот в чем. Я уже говорил о том, что подвиг – это не личное преодоление себя, это не расширение сознания. Для этого акта есть название. Это подвиг Герострата. Да? Да. Это вот то, что не имеет отношения к победе. Повторяю еще раз, исконное значение... Ну, не называй же Геростратовский поступок подвигом. Ну, никто же не называл. Ну, вот, мне кажется, что Павел говорил именно о такого. Подвиг – это всегда не победа, а то, что сдвигает мироздание. Это не личный акт совершенно. Это изначально исторически так. И второе, о чем я хотел сказать. Все-таки, ну, нельзя забывать о том, что вообще вся наша сегодняшняя беседа спровоцирована тем изводом, тем вариантом истолкования слова «подвиг», которое возникло в Советском Союзе. Правильно. Иначе бы мы об этом не говорили. В XIX веке я живу внутри языка русской литературы XIX века и обиходного языка. Я его знаю, я его чувствую, я этим всю жизнь занимаюсь. Там это слово совсем на другой полке. Да, его меньше употребляют. На какой? Почти не употребляется. Ну, правильно Виктор говорил. Возьмите литературу XIX века. Где там этот самый самоотверженный герой? Это кто? Давайте вспомним. Кто? Почти нет. Ну, я хотел бы продолжить. Так вот, самое-то важное заключается в том, что подвиг – это есть нечто интуитивное. Вот то, что не может быть сделано по некоему образцу. Это вот та точка, где я чувствую, что во мне сходится всё мироздание. Здесь и сейчас. Не важно, что передо мной. Амбразура или ещё какой-нибудь другой предмет. Что произошло в советское время? Это понятие было канонизировано. Ну, и в известной фразе о том, что в жизни всегда есть место подвигу. И в том, что в любой профессии мы получили образцовые фигуры. Да? Вот просто давайте по списку. Паша Ангелина. Я против этих людей, боже упаси, ничего не имею. Алексей Стаханов, Гаганова, Ткачиха, лучший лётчик Чкалов, лучший прозаик Горький, лучший поэт Маяковский, лучший биолог Мичурин, лучший военный Чапаев и так далее. Ну, за всем этим, я уже не буду говорить, что за всем этим скрывались не лучший лётчик Блюхер в советских пониманиях этого смысла, не лучший поэт Гумилёв, не лучший биолог Вавилов и так далее, и так далее. Вот, на мой взгляд, надо иметь в виду, что в 20 веке вот в этой стране, той самой, которая как бы предназначена, как мы думаем иногда, для совершать подвиги, да, произошло страшное извращение самого понятия. Так поэтому мы его сейчас и обсуждаем. Вы сейчас говорите просто вот удивительно. Ну, без этого просто нельзя начинать разговор. В этом всё дело. Ещё одна фраза, я заканчиваю. Битва за урожай. Это оправдание безобразия, неорганизованности, беспомощности. Сначала надо создать проблемы, а потом призывать людей обманом, да, и решать, когда можно решить технологически. Вспомним книгу, которую вы, безусловно, знаете, Бабаевского «Кавалера Золотой Звезды». Я когда-то брал у него интервью. Я прочитал «Кавалера Золотой Звезды» и сказал, там никакого нет подвига, там просто есть непонимание того, что можно построить гидроэлектростанцию или просто электростанцию, сейчас не помню, просто в небольшом посёлке на Кубани. Ему для этого, этого героя, «Кавалеру Золотой Звезды», нужно было достучаться до Кремля для того, чтобы получить разрешение строить эту электростанцию. Я сказал, что это антисоветское произведение, потому что в любой американской деревне взяли, собрались безнационально, построили электростанцию и работают на всех, радуют. А здесь надо было совершать подвиг для того, чтобы... Наружил хорошо. Построить вообще какую-то ерунду, да? Вот как тут с этим-то быть? Вы знаете, какая вещь? Всё-таки это после войны. Страшное разрушение. Социалистической Америки у нас не было. Хорошо сказано. Понимаете, не было. Нам кто мог помочь? Нам никто не мог помочь. Напомню нашим телезрителям, что у нас на каждой программе Апокрифа есть книга-визитка, то есть та книга, которая даёт иллюстрацию нашей теме. Давайте... По поводу книги можно буквально два слова? Вот Ян Листвичник написал «Лествица». Сегодня прозвучала актуальная мысль по поводу того, что подвиг – это ступенька вверх. Весьма символично, что вот ведущие и соведущие сидят на лестницах. И там приводится иерархия подвигов. Вообще, христианские подвижники и христианская антропология понимают подвиг не как одномоментное действие, поступок просто, а как каждодневное молитвенное делание. Самый высокий подвиг отсюда Христа – гефсиманские моления, когда у него кровавый пот выступает. И Игнатий Брянчанинов говорит, что критерий, насколько эффективна молитва, если после молитвы у тебя появилась любовь к врагу. То есть ты хочешь полюбить врагов. Вот это тогда да, она действительно эффективна. Давайте, Егор Александрович, послушаем. Я не знаю. Ну, примерно. Любая вообще хорошая книжка. Любая хорошая книга подвиги. Правдивая. Паш, какая книга? Ближе всего к сути этого явления, возможно, подошел Набоков со своим романом «Подвиг». То есть описан молодой человек, который родом из России, но оказывается в эмиграции после революции, и ему хочется совершить подвиг. Он абсолютно не знает, что для этого нужно сделать, потому что война уже гражданская закончена, он в ней не успел принять участие. В какой-то момент он вписывается в то, чтобы перейти границу России, и как бы со стороны белогвардейцев войти в нее. Но при этом он вообще не подготовлен. То есть ясно, что он там ничего делать не будет, и погибнет молниеносно. Видимо, так и происходит. Он переходит границу и просто исчезает. Кстати, один из лучших романов Набукова. Дмитрий, пожалуйста. Для меня такая книга «Обломов». «Обломов» – это подвиг. Да, это подвиг. В современном смысле слова. Обломов – это тот человек, я совершенно с Павлом не согласен, Нет, это очень важно, кстати. Что подвиг – это то, что отрицает порядок. Подвиг – это всегда то, что утверждает порядок. Я так думаю, так, ну, как бы, может быть, я не прав. А Обломов хотел жить, как он хотел? Я вам привожу два примера. Вот он говорит… Это хорошо. Подвиг Обломова. Да, я скажу об этом прямо и убежденно. Обломов говорит, вот я знаю дату такого-то сражения, да, но какое это ко мне лично имеет отношение. Снимая все прагматические мотивировки. И второй пример. Обломов получает письмо из деревни от старости. Крестьяне сбежали, да, говорит он, читает он. И думает, почему я такой? Почему я не распоряжусь, чтобы их поймали? Да? А вследом у него возникает мысль, как это они сбежали? Небось степи ночуют не в избе. Вот вам… И жалко. Да. Современный подвиг, как сегодня много говорили, он имеет две стороны. Одна изнаночная сторона, ложная, это медиа-сторона. Да, странно об этом говорить на телевидении, но тем не менее. Подвиг совершает герой, то есть человек известный. А сейчас часто этот селогин подменяется, да. Известный человек, значит, он совершил подвиг. Мы с Бошей рядом видим, когда, ну, так называемые звезды, да, они просто поддерживают свой имидж известности какими-то фиктивными поступками. Кто за рулем пьяным окажется, не будем называть имен, и так далее. И, наконец, есть истинная сторона подвига, это благотворительность. Увидеть то, мимо чего обычные люди проходят. Увидеть другого человека. Увидеть в событии смысл, который касается лично тебя и всего мира сразу. Иначе зачем я учу дату битвы-прикалки или учу, в каком году умер Пушкин? Это самое трудное. Спасибо. Обломов – это человек, совершивший подвиг. Я очень люблю детские книги, вообще детских писателей. Я очень люблю Гайдара, старшего, дедушку. Говорят, что гения забирают на много поколений вперед, все. Вот, и он сам был поразительный человек, большой доброты. Ведь он с 16-летним мальчишкой расстреливал, убивал. Ему по талантливости его нужно было быть добрым сказочником. А он написал «Судьбу барабанщика». Одну из самых жестких книг в нашей литературе. Говорят Александрович говорит, что не очень добрый был человек. Не очень, особенно в начале. Спасибо. Пожалуйста. Моя книга – это тоже на сегодняшней программе Аркадий Гайдар, но Тимур и его команда. И прежде всего потому, что мне близка тема волонтерства, близка тема нахождения, умения сделать добро не так, как принято внутри этой системы сегодня. Вот так. Понятно. Пожалуйста. Мне кажется, что очень важно то, что в современном искусстве происходит, прежде всего в кинематографе, раз я сюда пришел, к кинематографу получается, появляется какое-то новое представление о подвиге, которое разрушает привычную мифологию подвига, который сейчас существует, о которой в основном сегодня говорили. И это представление о подвиге очень совпадает с тем представлением о человеке последних времен, которое есть в христианской эсхатологии. То есть там говорится о том, что в последние времена спасутся те люди, которые будут не святыми, а не будут совершать какой-то мелкий, ну, с нашей точки зрения, грех, я уже не помню, какой точно. И вот в современном искусстве очень часто оказывается, обращено внимание на то, что подвиг – это когда человек, опутанный сетями, даже паутиной массовой культуры, хотя бы в чем-то не похож на других, хотя бы в чем-то способен что-то почувствовать, как-то действовать, не так, как другие. И мне кажется, что вот я бы порекомендовал не книгу, а фильм, потому что кино – это фильм Армана Ересана «Под открытым небом» о двух бомжах, у которых при том состоянии, в котором они существуют, есть способность любить. Спасибо. Оль, теперь ваша книга. Знаете, наверное, я не буду оригинальной. Я назову романа Сергея Алексеева и самого Сергея Алексеева. Его, как это, бестселлеры, да, «Сокровища Валькирии». Или, допустим, второй вот человек, который, я считаю, что тоже совершил подвиг – это Владимир Мегре. Его книги очень, очень нас поднимают в нравственном отношении. Спасибо. Теперь наступила очередь нашей программы. Я подумал, что лучше всего вернуться к истокам, что такое подвиг. И поэтому наше предложение очень скрутое. Легенды и мифы Древней Греции. На горе Мосхе, на Лемносе, из горна своего друга Гефеста похитил Прометей огонь для людей. Он научил людей искусством, дал им знания, научил их счету, чтению и письмо. Он познакомил их с металлами. Прометей смирил для смертных дикого быка и надел на него ермо. Прометей впряг коня в колесницу и сделал его послушным человеку. Мудрый Титан построил первый корабль, оснастил его и распустил на нем льняной парус. Раньше люди не знали лекарств, не умели лечить болезни. Но Прометей открыл им силу, и они смирили болезни. Он научил их всему тому, что облегчает горести жизни и делает ее счастливее и радостнее. Этими подвигами прогневал он Зевса, и за это и покарал его громовержец. Николай Альбертович Кун. Легенды и мифы Древней Греции. Знаете, возвращаясь к тому, что в 19 веке не было понятия подвига. А я сейчас вспомнила про капитанскую дочку. Но Маша пошла к Екатерине просить. Но, по-моему, Пушкин там не пишет о том, что она подвиг совершила. Она была бы в этих обстоятельствах и не могла поступить иначе. Это было понятие духовного подвига, подвижничества. Тут другая вещь, подвижник. Подвижник, а не герой. Но, по-моему, при имени Макмаши даже и подвижничества нет. Давайте послушаем, Олега. Мое детство прошло в школе, носящей там... Дружина носила имя Зои Космодемьянской. Отряд, в котором я был, носил имя Александра Матросова. То есть тема мне близка. Мне кажется, что подвиг мало совершить. Нужно еще людям его принять как подвиг. Мне кажется, что понятие... Зафиксировать, правильно? Да. Сам подвиг, на мой взгляд, действительно, это всегда вверх. Всегда движение к добру. Но подвиг должен пройти время какой-то оценки. Два любимых моих героя, но они разные. Это Че Гевара и Мартин Лютер Кинг. Оба революционеры по-своему. Оба хотели добра. И у каждого из них есть своя аура. Но все-таки один выбрал насилие, а второй не насилие. Подчеркнутое. И вот какой из этих путей к добру, а какой нет... Вот конкретно эти два героя еще идут по своему пути какой-то оценки. И воспринятие их жизни как подвига или как нет. Но мне кажется, мы сейчас в сложном времени находимся. В нас пока еще спорят подвиг разведчика и подвиг диссидента. Я надеюсь, что будет время, когда и подвиг разведчика, и подвиг диссидента, они как-то рядышком будут находиться и по-своему будут оценены с положительной стороны. Я хочу сказать, что вот вы сказали про женский подвиг. А нам и Тереза почему? Тоже вот это другой подвиг. Другой подвиг. И сейчас очень много места вот матерям... А интересно, а вот Пушкин, зная, и уже знали тогда, что он гениален. А гений и талант несет один человек, а гений принадлежит всем. Вот отличие личности и индивидуальности, понимаете? И индивидуальность – это насколько один человек не похож на другого. А вот личность, насколько один человек необходим другим. Так вот Пушкин был необходим всем. И Пушкин, зная это, оскорбленный, понимаешь, под лицом дантасом, идет либо останется жив, либо-либо, либо будет убит. И он все-таки идет на это. Это что? Подвиг? Вы знаете, на этот счет же есть очень авторитетное мнение Владимира Соловьева. Да, и при всем том, что, конечно, Соловьев благотворит Пушкина, благотворит Пушкина, он очень ясно дает определение этому поступку. Это поступок не достоин масштаба личности, да. Это переход все-таки... Это никак не подвиг, а наоборот. Я говорю сейчас о позиции Соловьева. А вот смотрите, какие разные мнения. Осторожность до потери в себя достоинства. Это растворение в дуэте. Это тоже, вы знаете, не очень. Вот смотрите, сколько людей, столько и мнений здесь, правда. Но подвиг убить Дантеса, не знаю, я так тоже не думаю. Но с другой стороны, если бы не пошел на дуэль, тоже было неправильно. Вот так вот тоже, ну вот. Ну а потом, если возникла такая ситуация, когда его нужно было кому-то убрать, ну придумали бы другую ситуацию, если бы он не пошел на эту дуэль. Это уже булгаковская позиция, да. Я не знаю, мне так кажется. Пожалуйста. Является ли подвигом тот поступок, который человек осознает как подвиг? Потому что вот все наши разговоры о прорыве, вот в какой-то другой мир, они, получается, заканчиваются, как только человек понимает, что он прорвался в этот другой мир. Потому что если он ощущает себя прорвавшимся, это означает, что его подвиг заканчивается. И, скажем, христианское сознание, оно об этом говорит совершенно серьезно. То есть подвиг, который человек осознает как подвиг, это ложный подвиг. Пойду-ка я совершу подвиг, да? Да, да. И что бы он прекрасное не сделал после этого, это подвигом не будет являться. Но если он не осознает это как подвиг, а совершает это как поступок, потому что он больше ничего иного не мог совершить в предлагаемых ситуациях, он не видит никакой другой альтернативы для себя, то в таком случае подвиг это все равно, мы приходим к тому, что подвиг это нечто, навязываемое обществом, но что в сознании самого личности, в самой личности не существует. И тогда мы отходим от героизации. Это интересное развитие темы. Ну не знаю, конечно, вообще подвиг может быть обнаружен в любой точке, на самом деле. Как посмотреть все зависит. Потому что, например, ну конечно, строго говоря, Пушкин никакого подвига не совершил. Он просто повиновался кодексу чести дворянина и действовал в рамках той системы, в которой он действовал так, как он и должен был действовать по тому положению, которое он в обществе занимал. Гораздо более смелым в таких ситуациях, например, поведением отличался Чиадаев, который, когда его вызывали на дуэль, он владел хорошо английским боксом, он просто изо всех сил давал по рожу и разбивал нос, что очень странно действовало на тогдашнее общество, потому что это полностью выпадало из кодекса поведения дворянина. Вот это, конечно, в общем-то, больше похоже на подвиг, потому что он ломал представление о том, как должен себя вести человек в таких ситуациях, и не принимал вызов. Тогда можно сказать, что любой гений – это человек, который совершает подвиг, потому что он ломает представление о культуре. Не любой. Есть гении-конформисты, и они тоже такие же точно гении, как гении-революционеры. Да, Оля. У меня предложение. Давайте мы обсудим ситуацию. Вот есть просто одна ситуация, современная. Началось это с того, что одна моя знакомая, с которой познакомилась совсем недавно, она ко мне обратилась, она, рожая ребенка, находясь в палате, постоянно слышала за стеной крик детский плач. Это был днем, ночью непрекращающийся плач, бесконечный плач. Она стала спрашивать, интересоваться, что это может быть, и так далее, и так далее. Очень долго она добивалась какого-то ответа. В конце концов ей сказали, что это отказники, и туда нельзя заходить, к ним нельзя приходить, их нельзя трогать, потому что один раз возьмешь на руки, и все. Они должны привыкнуть, что они отказники, что они изгои, что они совершили уже одну оплошность в своей жизни, они почему-то родились. Заодно это они уже будут подвергаться вот такой нашей каре, нашему неприятию и так далее. Так вот, эта девочка, сейчас ее дочери, по-моему, 4 или 5 лет, она стала развивать эту тему, она не остановилась на этом. Она организовала содружество волонтеров, и на сегодняшний день это довольно приличная организация. Они курируют все больницы Москвы и Московской области, и даже нескольких регионов. И знаете, в чем их подвиг заключается? Не в том, что они обратили на это внимание. Они обратили внимание просто потому, что они матери, и они не могли допустить. Чужих детей не бывает. Но их подвиг заключается в том, что они сейчас планомерно продумывают, как же им так ухитриться, чтобы убедить наше государство в том, что так поступать нельзя. Потому что когда они приходили в Минздрав или в Министерство образования, им там говорили, что это не так. Людей и общество убедить. Как раньше у нас проституция не существовала, значит, сейчас у нас не существует отказников. А почему эти дети, я просто не сказала, эти дети годами живут в больницах? Их не отдают в детские дома? Я сейчас говорю не о тех брошенных детских домах, а о том, что эти отказники живут в больницах, просто потому что, не попечительски, а органы опеки, сговорившись с главными врачами больницы, принимают решение, что в детских домах нет места. У нас сейчас, к счастью, детские дома обеспечены. Конечно, счастьем очень сложно назвать, но все-таки. Есть дотации, и там детей кормят даже фруктами, есть игрушки и прочее. В этих же больницах нет ничего. Вообще ничего. Начиная, допустим, с питания. Что в больнице люди едят? Манную кашу. Так вот этим детишкам, начиная с момента их рождения, просто разбавляют эту манную кашу и дают три раза в день. На них не поступает памперс и прочее-прочее. Они уже с рождения в состоянии ежедневного подвига находятся. Они выживают. Да, не жизнь это подвиг. Но дело в том, что они не знают, что существует другой мир за пределами этой палаты. Они никуда не выходят никогда. Они не знают, что есть солнце, что есть звезды, деревья растут. Они не знают этого. И это нас призывает, нас всех к подвигу. Против этого, правильно? Я согласен, волонтерские, вообще социальные сферы, это область, где люди действительно совершают много подвигов. Но подвиг – это еще испытание некоторое. Не некоторое, а просто испытание. Сейчас я объясню. Он проходит проверку на подвиг, на сомнения со стороны людей. Они, например, есть люди, которые намеренно хотят занизить значение подвига какого-то человека. Сказать, ну он за деньги пошел, ради славы пошел. Я не знаю, не уверен, каким будут подвиги завтра. Потому что у людей есть веб-камеры, у людей есть мобильные телефоны. И завтра человек, который идет спасать погибающих от наводнения, ну может быть так, вот просто на всякий случай для своего онлайн-дневника возьмет веб-камеру. И вот зачем он это делает? Ну, например, или сделает. И все будут смотреть, миллион пользователей интернета, вот он спасает, и он реально спасает. Но еще у него вот веб-камера. Проблема подвига в том, что им потом кормятся. Кормятся системы, кормятся партии, кормятся государства. Они его переваривают. Голливуд из него делает конфетку и так далее. У подвига непростая судьба и в момент его совершения, и впоследствии. Для меня, допустим, подвиг – это когда человек, который может совершить низкие поступки, о котором никто не узнает, и ему очень хочется это сделать по разным причинам. Но он находит в себе силы, и он этого не делает. Конечно, это подвиг. Но мне кажется, это все-таки не подвиг, а просто порядочное поведение. Вот, скажем, 19 век. Земские учителя, земские врачи. Когда читаешь о них, то видно, что это ежедневный подвиг. Потому что люди работают почти задаром. Ну, жалуя ничтожная. Вкалывают по-черному. Условий практически никаких. У нас, к сожалению, действительно вот в литературе. Очень мало почему-то об этом написано. В литературе 19-го века. Ну, у Чехова есть. Уходит. Есть у Чехова. У Чехова есть. У Булгакова есть. Ну, вообще... Ну, Булгакова тоже в 20-х годах. В основном у нас проблемы связаны... Плигель-дютант, несчастный брак, старушка-то по ромубил и так далее. Проблемы, как бы сказать, проклятые вопросы, проблемы высокой морали и так далее. А вот этот вот подвиг ежедневный, который нашу историю насыщает, он... Я вот затрудняюсь. Я к тому, что здесь, может быть, правда, подвиг превратился в какую-то обыденность настоящую. Но это, ну, как бы сказать... Это не дело. Это не дело. Паша, а вот современные художники, у них есть право на подвиг и есть место подвигу? Ну, я думаю, так же, как у любого другого человека, как бы, абсолютно. Потому что важно понять, какой подвиг вот сейчас важен. Мне кажется, что сейчас в ситуациях вот того капитализма, да, в который мы оказались заброшены, действительно снова важен протест против богатых. Как бы это тупо, вот... То есть Маяковский, нам нужен Маяковский район. Нам нужно вообще осуждение богатых на очень глубоком уровне. Я отрицаю лозунг, но живой язык, он должен быть. Во-первых, это связано с сутью христианства, да, как бы. А мы всё-таки являемся христианской страной. И это не значит, что богатые не должны существовать. Но им должно быть стыдно. Стыдно, причём не за плохие поступки даже, а просто за то, что они богатые. Просто за сам этот факт. Это в нормальной христианской стране. Это мы уже проходили. Значит, мы сейчас подарим гостям фотографии Жени Дюра. Я подумал, что, наверное, главный подвиг, который мы можем совершить, это всё-таки духовный подвиг. Тот, который связан с вертикалью нашей душевной и духовной жизни. Он может быть маленький, он может быть большой, но мы, как люди, видимо, должны совершать эти духовные подвиги. Иначе просто нас не станет. Спасибо. До новых встреч. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Аплодисменты. Здравствуйте, я Виктор Ерофеев. Наша сегодняшняя программа «Апокриф» посвящена теме роковой женщины Фамфаталь. Мы сегодня попробуем разобраться, кто она такая, не фантом ли, а если нет, то в реальности это что, жгучая брюнетка, это Клеопатра, это женщина-паук, или просто совершенно случайный человек, который пришел и разрушил нашу мужскую жизнь. Итак, в нашей программе мы говорим о роковых женщинах прошлого, настоящего и будущего. И изменяется ли состав крови у современной роковой женщины? А в будущем кто эти женщины? А может, вообще мы, мужчины, и создали этот образ, а на самом деле их-то и никогда не было? Наши гости. Алла Сигалова. Хореограф, балерина, хормейстер, педагог, актриса. Наша героиня не только считает, что многие ее спектакли о свойствах страсти, но и признается, меня это больше всего интересует, потому что сама я – человек, обуреваемый сильными эмоциями. И я все время решаю вопросы жизни борьбы, принятия и отстранения. Среди ее постановок – «Пиковая дама», «Мадам Бавари», «Кармен». Названия, говорят, сами за себя. Дмитрий Бак – филолог, литературный критик, переводчик, профессор РГГУ. Профессиональные и научные интересы нашего героя достаточно обширны, чтобы охватить тему нашей сегодняшней программы. Дмитрий Бак – признанный специалист по истории и теории русской литературы и литературно-художественной критики XIX века, то есть того времени, когда и страстям и женщинам случалось быть роковыми чаще, чем это бывает сегодня. Дмитрий, наше мнение. Есть ли роковые женщины на свете? Да, конечно, есть. Были, не знаю, будут ли, но они точно были и точно есть сейчас. Ну, например, открываю я замечательную книгу Констана, недавно изданную, называется «Проза о любви». И вижу там перемежающийся дневник и письма госпожи Рекамье небезызвестные. Я вижу, что этот блестящий человек, политик, прозаик, да, пишет «17 сентября 2014 года, значит, был у мадам Рекамье, мука моя нестерпима, ничего не могу делать, напишу ей письмо, прошу свидания, параллельно письмо, тем же днём, о, дорогая, о, значит, ненаглядная, ничего не могу делать». И вот так два с половиной года. Ясно, видно, что это ничем не позитивным, не добрым, не хорошим, ни вообще каким-либо результатом кончиться не может. Так что, безусловно, этот феномен был и есть. А что такое всё-таки роковая женщина? Это та, которая нас разрушает, Дмитрий? Или та, которая нам даёт стимул для творчества? Кого нас? Мужчин, вы имеете в виду? Ну, допустим, но не филологов же. Нет, ну, ясно, что не филологов, но ведь роковые женщины разрушали не только нас, мужчины, а целые государства и царства, да? Об этом ведь надо говорить, конечно, в истории масса таких прецедентов. Я бы не сказал... А в литературе? Ну, в литературе вообще об этом можно говорить часами, да? Но вы спросили про то, разрушение это или нет. Да. Я бы сказал так, что это какой-то... Нет творческий стимул. И то, и другое. Я бы сказал, что это какой-то комплекс черт самых разных, соматических, да, внешних и так далее, которые как-то способны изменить жизнь других. Не обязательно разрушить. Вы сегодня поняли, это специальное животное. Да, если угодно, это какой-то набор, ну, как вот у животных, если вы это сравнение уже инициировали, я готов его продолжить. Есть же такая история, как всякие привлекающие противоположный пол, жесты, запахи, звуки и так далее, и так далее. А вот это делает женщина специальной... Вообще надо договориться, что есть роковая женщина, конечно. Вот мы сегодня будем потихонечку договариваться, об этом сразу не договоримся, я уверен. А я думаю, что можно сразу договориться. Давайте. По-моему, это, по-моему, очень просто. Так, это пугающе, но давайте. Мне кажется, что это какая-то такая вообще природная какая-то субстанция, в которой есть определяющие вещи. Например? Например. Чрезмерная энергетика. Совершенно необходимый элемент роковой женщины. Чувство юмора. Острота ума. Воля. Воля. Интуиция. Достаточно. Сексуальность. Недостаточно. А холодная она по страсти или горячая? Я думаю, что человек, женщина, которая может ломать судьбы, возвышать человека, рушить странные миры, создавать войны, это бешеная, очень яростная, огненная энергетика. Согласна по-моему, не всегда, не всегда. Ну, Елена Троянская вовсе не огненная, не чрезмерно энергетичная. Да, однако же из-за нее произошло то, что произошло. Произошла многолетняя война, и вот Максим Амелин подскажет, что потом было, перевернули старство. Но она не и есть роковая женщина. Танечка. Это значит, надо выяснить все-таки. Елена, конечно, первая в истории роковая женщина и самая знаменитая по сей день. И я бы, вот как книжка-визитка, да, в программе, я бы, конечно, сказала Илья Аду. Конечно. Как главная. А вот интересно, я еще не сказал нашим, не напомнил нашим дорогим телезрителям, что у нас книжка-визитка, а уже Таня Щербина предлагает. Действительно, Гомер первый описал роковую женщину. Возможно, он и поставил этот вопрос так, что мы не знаем. Роковая женщина – это жертва или это инструмент рока? Это, конечно, инструмент рока, но не будем забывать, чья дочь Елена. Елена и Клитымнестра – это две дочери Леды и Зевса, то есть Бога. Это божественная женщина. Она становится спартанской царецей, и, казалось бы, все хорошо. Хозяйством занимается, там правят немногочисленными спартанцами, которых там муж строит как надо. И вдруг приезжает Парис из Трои, прекрасный юноша, и влюбляется. Ты кадет на историю. Ну что теперь делать? Одна из черт роковой женщины, совершенно я согласна с тем, что сказала Алла насчет энергетики и так далее, Насчет энергетики я полностью согласен. Действительно. Что важно? Мы поспорим. Иногда бывает внутренняя энергетика. Я тоже поспорю. В таких ситуациях она, ну скажем так, влюбляется в кого-то, да, и человек этот чувствует, что его полюбили навсегда, и еще и в будущей жизни, что ему отдаются целиком, что ему отдают все, что ему посвящают жизни, что он самый прекрасный, и он падает в это, да, а через неделю, две, месяц, ну там как, эта женщина, она действительно увлечена, но потом ей надоедает. Она говорит, так, все, что-то мне пора уже, до свидания. И опять в птичке. А вечная любовь. Ну, все, как бы, до свидания. И этот мужчина, как бы, оказывается распластанным. Изменчивая. Да. И любит холодной любовью. Как? То есть сначала горячая. Нет, сначала горячая, но потом же надоедает, понимаешь? Мужчинка, это же не бог, понимаешь? Я бы хотел вернуться вот к тому развлечению, которое вы предложили, оно очень правильное, да, вот осознает ли сама роковая женщина свою природу. От этого зависит буквально все, и это развлечение может многое объяснить. Вот, например, немецкий романтизм, там есть несколько женщин, которые не нуждаются в фамилиях. Для любого немца понятно, кто такая Беттина, кто такая Каролина, кто такая Доротея, кто такая Софи, да. Это женщины, вокруг которых образовался кружок, где были Шеллинг, Шлейгель и так далее, и так далее. Вот Софи фон Кюн. Это 15-летняя возлюбленная Наваллеса, императора немецкого романтизма, да, как его Гёте, кажется, назвал. И это тихая девочка, да, она абсолютно не понимает своей силой. А Наваллес именно о ней пишет, что моя возлюбленная – это аббревиатура вселенной. И когда она умирает, если не ошибаюсь, в 16 лет. А вселенная – элонгатура моей возлюбленной, говорит он. Да, такого слова по-русски нет, да. Аббревиатура – сокращение, а элонгатура – это, наоборот, удлинение, распространение. Да, и когда она умирает в 16 лет от роду, он говорит, что именно сейчас моя любовь стала совершенной, поскольку ни съесть, ни выпить, ни поцеловать, как сказал Гумилёв, да. И вот вам как раз тот случай, когда женщина меняет судьбу, меняет судьбу немецкой литературы и Наваллеса самого, который тоже вскоре умирает. Не будучи никакой Клеопатрой, да, и не просыпающейся поутру и говорящей, так, сейчас я чего-нибудь там изменю, или пора следующий на вход. Пора казнить. Мария Башкирцева, тот же случай. Да, абсолютно. Лос-Саламе. Лос-Саламе – нет, другой, другой. Лос-Саламе – другая картина. Не Чирильки. Я понимаю, о ком речь. Вообще, каждому хорошему писателю представляет… Вот Бог представляет роковую женщину, чтобы ему лучше писалось. Ну, посмотрите. Ну, например, да, Суслова, например. Кто бы был бы Достоевский без Эшафота и без Суслова? Ну, никем. Ну, в самом лучшем случае Чернышевским. В самом лучшем случае. И то бы я там не могу произойти. А тут возникает, да, стриженная нигилистка. То есть, в общем, идеологический враг. И она его привораживает. И он теряет голову. И вдруг, в какой-то момент, появляется испанский студент. И она, это у Достоевского так, уп, и испанский студент. Если бы не было испанского студента, у нас бы не было Романа «Идиот», у нас бы не было братьев Карамазовых, у нас бы, в общем-то, не было бы просто Достоевского. Тот же случай с Бродским происходит. Он выходит на Нобелевскую премию, чтобы доказать своей возлюбленной. Как мы знаем, что он все-таки тоже великий поэт, а не так просто. И вот что интересно, что это выплескивается даже за судьбу Достоевского. Потому что Достоевский умирает. И в конце концов, Полина, уже постаревшая, принимается за следующую жертву. Ею оказывается Василий Васильевич Розанов, наш великий философ. Она старше его, неважно, она его бросает. Она уезжает от него. Она уходит от него из ельца. Вы рассуждаете абсолютно с позиции мужчины. Вы себя сейчас ставите в позицию жертвы. Вы рассуждаете как жертвы. И вот пришла она, и вот новая жертва. Роковая женщина, мне кажется, это женщина, которая осознает свою силу. Понимаете? Поэтому мне кажется, что то, что вы сейчас набрали, вот это вот количество фактов, это не про роковую женщину вы рассказываете. Я хотел бы присоединиться к этой мысли по поводу того, что это такая слабая мужская позиция. Я думаю, что вообще роковая женщина – это производная инфантильного мужчины. Почему? Потому что, когда мы говорим про роковую... Достоевский у нас инфантильный мужчина, к которому вдруг привязалась такая женщина. Да, да. Сейчас произнесу свою мысль. Дело в том, что рок... Запишите, это новое. Я запомнил в мастературоведении. Рок, фатум. Когда я говорю про кого-то, что это судьба, это рок, это фатум, это значит, я с этим ничего не могу поделать. Это моя ответственность. И таким образом мужчина создает себе женщину, которую он делает ответственной за свою судьбу. Теперь по поводу Достоевского и по поводу вашего вопроса о разрушении такой женщины, мужчины. Или наоборот, она является неким творческим импульсом. Я сказал бы так, что мужчина творит, чтобы не разрушиться. Она фактически является некоторым катализатором его мужской энергетики, в том числе сексуальной энергетики. Но она не дается, он никогда не может ее завоевать. Кто-то в этот момент в отчаянии кончает же самоубийством, от этой огромной энергии кто-то находит в себе мужество, силу и начинает творить. И творит, повторяю еще раз, чтобы не разрушиться. Но нельзя рассматривать роковую женщину отдельно от того мужчины, для кого она является роковой. Это такая мама большая, на которую перекладывается ответственность. Это такая же ситуация, которую я часто вижу в своей работе, когда ко мне приходят люди, добившихся огромных успехов в бизнесе. Они вполне самостоятельные, они вполне взрослые. Но по отношению к своим женам, они очень инфантильные. И я сплошь и рядом вижу, что желание доказать своей жене, как они говорят, что я не чмошник, заставляет их развивать и развивать бесконечно свой бизнес. И человек приходит ко мне на сеанс и спрашивает, как я могу доказать. Да никак. И поэтому он развивает свой бизнес. Писатель творит. Мы, знаете, достаточно открыть Библию, я не знаю, роковая женщина была Далила, там и Родиада, и Суламифи, и так далее. Но мы должны все-таки себя ограничить, сжав зубы, ограничить, ну скажем, 19 веком русским. И тогда мы хоть что-то поймем. Иначе мы просто... Кармен, роковая женщина. Ну нет. Да, она страстная, работница табачной фабрики. Вот так получилось, что из нее произошла драка. Но, когда мы говорим об этом, о культуре... Кармен не роковая. Нет. Ну, мы не это, наверное, имеем в виду. Мы имеем в виду некий культурный феномен, и тогда мы должны понять, что роковая женщина энергичная, предприимчивая, умная, как говорила Алла Сигалова, но светская женщина, которая действует в пределах света, как правило. И тогда она действительно, ее свойства оказывают судьбы и на мужчин, она окружена поклонниками, зачастую она хозяйка салона, и могут быть политические последствия ее деятельности и так далее. В этом смысле Суслова не роковая женщина. Она действительно фатальна была для нескольких мужчин. А вот есть пример в русской литературе, мне кажется, женщина совершенно удовлетворяющая этим всем требованиям, которые я назвал. Это Элем Безухова, биография у Толстого. Я еще могу представить, что Одинцова для Базарова была роковой женщина. Ну, правильно. Он такой нигилист, нигилист. Бах, попался. И стал инфантильным. Я хочу сказать, что позиция роковой женщины есть социальная роль. Если мы об этом говорим, а если мы говорим просто о женщинах, которые сводят с ума мужчин, тогда все женщины в каком смысле роковые? Так а почему не принять этот факт за реальность? Все женщины роковые. А что? Роковая женщина в идеале не должна служить. Ну, никто же не скажет, что, скажем, плесецкая роковая женщина. Нет, там балерин гениально. В этом смысле Сонька Золотая Ручка не роковая женщина, а воровка. Это ее профессия. А вот Элен, она не работает. А Элочка Людоедка, она тоже роковая женщина? Элочка Людоедка в известном смысле. Ну, в известном смысле. У женщин в 19 веке вообще нет профессии, да? По крайней мере, в ту эпоху. У Соньки Золотой Ручки была? Нет, про 19 век и про Элену Безухову. Это 1805 год она там появляется. Какие там у женщин профессии? Вы согласны, что она роковая? Нет, конечно же. Вот видите, не так все просто. Не так все просто. Ну, не так. Пожалуйста. Вот про Соньку Золотая Ручка. Я думал про Гомера, переводчик, знаменитый. Хорошо. Нет, дело в том, что сам термин этот «фам фаталь» появился, собственно, из блатного жаргона, из французского блатного жаргона возник. Это такая женщина где-то в веке 18, 17-18 век. Дело в том, что такая женщина появлялась в компании воров, входила с ними, значит, в долю и стояла, скорее всего, там, на стрёме, да? И потом уходила с кассой, бросая мужиков ни с чем. Вот, собственно, вот это и был «фам фаталь». Это же только метафора любой женщины. Да. Стояла на стрёме, и потом раз, и с кошельком и ушла. Да, но потом термин переосмыслился и вот превратился в то, что мы имеем. Ну, наконец, мы поняли. Дальше, значит, я могу сказать, что, в общем-то, хотя термин появился, вот, понятно, в 18 веке, но такие роковые женщины вот были с античности. Причём Елена, это, скорее, всё-таки прекрасно, это всё-таки прото, протороковая женщина. Или пара. Да. Вот, потому что роковая женщина, и один из её главных признаков, он сегодня не прозвучал, это женщина свободная. Свободная. Да, бездравственная. Нет, это она не обязательно не бездравственная, она просто свободная, она не чья-то жена, не чья-то содержанка. Она сама по себе, откуда-то у неё есть доход свой, непонятно откуда. Объяснить, то есть, у каждого по-своему получается. Кто-то там наследство получил, кто-то ещё. Вот, как раз, вот, например, в Греции это была Аспазия. Нет, Нализа не могла бы быть роковой женщиной. Нет, вряд ли. А что с Лилибрик, куда её засунуть? С Лилибрик куда засунуть? Ну, Лиля была достаточно свободной женщиной. А мужа куда поместить? Нет, дело не в этом, она может быть замужем. А Аспазия тоже была за Периклом как бы замужем. Мне нравятся такие метания у нас, от Маяковского до Перикла. Всё это надо быть. Как замужем. Пожалуйста, Маша. Это характерный момент. Мы мечемся, действительно, от Маяковского до Перикла, от Елены Троянской к Матю Харри. Но при этом, как только доходит дело до примерно второй половины 20 века, мы почему-то умолкаем. Мне кажется, что мы сейчас все собрались на поминки по термину. На поминки роковой женщины. Да, да, именно так. Если не по термину, то по тому наполнению, которое мы привыкли в этот термин вкладывать. В 20 веке вырождаются роковые женщины. То, что был социальным диагнозом, становится комплиментом довольно такого заурядного толка. Ты такая роковая. То есть что-то такое, как в старый советский фильм, самое обаятельное и привлекательное. Роковая женщина – это женщина, которая возникла в веке в 18-м. Это женщина, которой позволили иметь свою идентичность, в которой мужчины увидели другую, не такую, как они. Но не успели дать ей, или не успели ей дать возможность взять то, что пришло в 20 веке. Избирательное право, социальная революция, сексуальная революция. У роковой женщины единственная сфера деятельности – это любовь. Это все, что ей доступно. И, собственно, ее убойная сила, она отсюда и берется. Ей просто не дает больше ничем заняться. Подождите, значит, сексуальная революция разрушила роковую женщину? Да, конечно. Мне кажется, что роковая женщина просто сейчас приобрела некий рисунок другой, который мы еще не совсем привыкли считывать. Понимаете? Хорошо. Витя, я могу привести пример из 17 века, противоположный тому, что ты рассказал про Достоевского. Женщина, которая убила писателя. Не физически, он продолжал жить, но как писатель он не состоялся. Его звали Дебюси. И вот этот человек написал роман, как бы обличающий нравы придворные. Ну, как вам сказать? Диссидент. Диссидент, да. И вот чуть бы он не хотел это публиковать, естественно, да. У него была возлюбленная. И вот эта возлюбленная, которой он как-то от нее собрался отойти, жениться на другой, она как-то узнала, что он там что-то. Ну, пожалуйста, ну, почитай мне, ну, дай, ну, как я твой друг, я люблю тебя все равно, ты для меня самый близкий человек. Ну, он с дуру-то ей, короче, этот роман и дал. Это же рукопись еще, понимаете как. Она это взяла и сдала в Париже, преподнесла это Людовику XIV, был дикий скандал. И этот человек, вот этот граф Дебюси, я была в его замке в Франции. Значит, он был сослан в этот свой замок. То есть без права вообще когда-либо из него выезжать. А теперь мы займемся все-таки книжками. Коля, какая книга «Роковая женщина»? Я считаю, что очень хорошо пойдет здесь «Буратино», потому что «Лиса Алиса» там, «Роковая». Замечательно, Таня. Пожалуйста. Ну, я уже предложила Илиаду Гамера. Ну, я как переводчик «Катулу» предлагаю «Катулу», которая, в общем, любовь которого к лесбии была абсолютно роковой и разрушительной. Маш, пожалуйста. Манон Леско. Ну, парфюмер из романа «Парфюмер». Я хочу задать этот вопрос и филологу тоже. Да нет, у меня ответ абсолютно однозначный, как сейчас говорят, и определенный. Это «Любой Свана». И вот это да креси. Это наиболее характерный в 20 веке чистый пример, относящийся именно к французской культуре, именно в ее современном варианте. Вот это да креси. Маша, я должен покаяться, что наша группа тоже выбрала Манон Леско. Как пример действительно роковой женщины. И я хочу сказать, напомню, что автор романа – это господин Прево, если кто из девушек не читал. Вот. И должен вам сказать, что Манон Леско говорит о больших потенциальных возможностях женщины именно как специального животного. То есть она вроде бы и не должна ничего делать, а сама роковеет и роковеет от страницы к странице. Замечательная книга, замечательная французская литература, когда она еще была в возрасте 18 века. Какое чудовищное притворство, вскричал я. Яснее, чем когда-либо, я вижу, что ты просто обманщица и лгунья. Теперь я знаю твой низкий характер. Прощай, подлое создание, продолжал я вставая. Я предпочитаю умереть, нежели иметь что-либо общее с тобой. Оставайся со своим новым любовником, люби его. Презирай меня, забудь о чести, о благородстве. Я смеюсь над вами, мне все равно. Я сделал несколько шагов по направлению к двери, но надо было потерять последнее человеческое чувство, чтобы устоять против ее очарования. Я умолял ее, как о милости сказать, что она прощает меня. Она уронила руки мне на плечи, говоря, что сама нуждается в моей доброте, чтобы загладить те огорчения, которые мне причинила. Она грешит сама, того не ведая, говорил я себе. Она легкомысленна и безрассудна, но прямодушна и искренна. Антуан Франсуа Приво. История кавалера Дегрие и Манон Леско. Я думаю, что о роковых женщинах 20-21 века будут говорить в 22-23 веке. Потому что сейчас это называется простым словом «стерва». Потому что пока что нельзя определить для какого-то конкретного мужчины. Потом, когда время расставляет все по своим местам, и мы узнаем величину этого мужчины, и что он сделал, и тогда мы смотрим, какая там была женщина, тогда это обрастает все неким романтизмом. И чтобы фантом не так быстро рождается, нужно какое-то время. Алла, а что, роковые женщины-стерва? Почему вы мужчины свои неудачи списываете на женщин, которые вам встречаются на пути? Так, а на кого тогда еще нам списывать их? Ну, естественно, конечно, на нас. Нет, ну, если... Так, Коля потянулся. Да. Так в чем, Коля, объясни, это роковая роль Лили Брик? В чем? Очень большая притягательность, чувственная притягательность для большого числа мужчин. Безусловно, использование этих мужчин. И вместе с тем она посылает мощный творческий импульс. Интересно, что когда она уже была очень в пожилых годах, к ней ездили очень много людей. К ней ходил молодой Вознесенский, к ней ходил Параджанов, дарил ей прекрасные камни и так далее. А она оставалась, вот эту роль свою, культурную роль, да, возжигание, так сказать, огня, пусть уже не сексуального, тем не менее, у нее бы оставалось. Говорить про такую женщину, что она стервы, как-то не бессмысленно. Ну ладно, хорошо. Так, у нас девушка хотела сказать... Это уже, в общем-то, многими психологами доказано, что женщина стервенеет от собственной несчастности. Вы могли бы поговорить о том, счастлива ли роковая женщина? Вот это женский взгляд на стервозность. Та же Настасья Филипповна, о которой вы говорите, понятно, что она была абсолютно несчастна в силу того, что она считала себя порочной и опустившейся. Женщина, которая вдохновила Иосифа Бродского на его лучшую любовную лирику, которую он обозначил под инициалами МБ. Счастлива ли она, каждый день вставая с утра, отправляясь в магазин за покупками, делая какие-то свои дела, и зная при этом, что весь мир считает ее всего лишь вдохновительницей, Иосифа Бродского, на его прекрасные стихи. Неплохая вы, кстати говоря, роль. Я думаю, что ее бы эта роль не устроила, скорее всего. Женщина, о которой мы говорили, которую говорила Татьяна Щербина, которая любовница Дебюсси, явно сделала то, что она сделала, исключительно потому, что ее собирались бросить. Вот о чем я говорю. То есть роковая женщина не может себя позиционировать как несчастная, понимаете? Позиционировать нет. Но когда мы говорим о стервозности, а почему-то получается так, что стервозность неотъемливая. Вы слышали, что Максим сказал? Роковую женщину не бросают. Она бросает. Она бросает. Роковая женщина никогда не позволит обществу решить, что ее бросили. Поэтому роковая женщина иногда должна заставить себя никогда больше не появиться в жизни того мужчины, которого она создала как автора. А если вы так считаете, такой образ у вас в голове роковой женщины, тогда действительно таких женщин полно на свете. Полно роковых. Полно. Пожалуйста, Миша. Анна Каренина и Анастасия Филипповна, готовы ли вы кого-нибудь из них назвать роковой? Скорее всего, Анастасия Филипповна, конечно. Понимаете, все-таки я считаю, что... Я думаю, для мужа Анны Каренина, товарища Каренина, она была вполне роковой женщиной. Да. Пожалуй, что да. Ты не включая. Но только для одного, понимаете. Роковая женщина, это же все-таки некая последовательность. Не дай бог встретиться на своем пути с роковой женщиной. Дело в том, что я про себя не буду рассказывать, а вот про своего приятеля близкого довольно расскажу. Вот его-то я и заложу. Понимаете, он вляпался в роковую женщину. На самом деле он про себя рассказывает под именем приятеля. Ну, давайте посмотрим. Она его так измочалила, измучила. Это юридический герой. Она над ним страшно издевалась, приближая, отдаляя и так далее, и так далее, играя к кошке-мышке. Но потом я его просто спасал, да. А его друг потом, следующий, да, номер два, до такого степени она его довела, он вешался, его еле спасли. Вот хочу одно качество добавить, если можно. Мне кажется, очень принципиальное качество. Роковая женщина, про это здесь уже вот девушка говорила, это женщина страдающая. Это женщина, которая сама находится в той ловушке, которую она уготовила мужчине. Ну, это жертва. Людоведка страдает она. Это жертва. Она не может остаться, любая нормальная женщина, как любой нормальный человек хочет нормального брака. Но поскольку она боится, что ее бросит, поскольку она боится, что ее жизнь поломают, она уходит первая. Поэтому она, конечно, пользуется популярностью у огромного количества мужчин. Но она не может получить то, что она хочет. Я просто хотел сказать, что к корням-то надо. К корням. Как к каким корням? Ну, к библейским. Ну так, хорошо. Вот у нас есть первая женщина Ева. И у нас есть еще, так сказать, миф о Лилит. В Библии нет. Ну, в Библии нет, но миф есть. Правильно? А другой женщина... И она как раз роковая. Женщина-демон, да? Лилит. Или астрологи, между прочим, у них есть такое понятие, черная луна, у кого есть в гороскопе, это Лилит, иначе говоря. Ну, это такой вот знак именно рока какого-то. Так, Лилит это именно роковая женщина. То есть, эта женщина не мать, женщина не жена, это демон, это соблазнительница. Это та, просто вот за которую можно жизнь отдать, пойти босиком по снегу на край света и так далее, да? Вот если она делает это сознательно, то она не только стерва, она просто человеконенавистничает. Ты знаешь, это не делается сознательно, нет. Технологии у нее разработаны. Вот говорит муж и жена, одна сатана. Это срастание, это становится как бы, ну, как один человек, да, вот двое. Здесь она никогда, это Лилит, это роковая женщина, не срастется. Она всегда отдельное существо. Скажите, Алла, а вы сами-то были роковой для кого-нибудь? Ох, не знаю. Пыталась я однажды как-то вот развернуть человека в другую сторону. Не знаю, как получилось. Нет, дело не в этом. Мы все время рассуждаем про роковую женщину в связи с проживаемыми эмоциями. А эти эмоции, которые она возбуждает в партнере, они должны быть не просто проживаемы, они должны быть на что-то направлены. Понимаете? Поэтому, поэтому, вот в этом и есть это название. Роковизм. Роковизм, да. Роковизм. Здесь очень важный момент, сейчас мы задронули. То есть, оказывается, роковой женщиной можно стоять по умыслу, да? Если нет времени, то как сходить в театр? И я действительно знаю, сталкивался с женщинами, которые мечтали бы быть роковыми, да? И здесь мы выходим на тему роковая неудачница. Вот очень, я хочу сказать, ну никак не получается. Эти женщины, как правило, говорят, ну мужчины совершенно перевились. Потому что мужчины не читают, не понимают, что она роковая, она-то познает. Да, это правда. И не получается. Это существенно... Таня, а ты была роковой женщиной? Я была. И что? Чем кончилась-то? Вот все, вы уже... Ты писала об этом стихи? Ну что ты пристал? Да ладно, ну хорошо. Ладно. Несмотря на то, что в личной жизни у каждого что-то такое есть, но социальная роль роковой женщины отмерла, она ушла. И главным образом, потому что нет запретов, потому что нету несвободы, на фоне которой она могла бы себя как таковую конституировать. Но это мы говорим, что раз сексуальная революция, то нет. Дело не в только сексуальной революции, дело в стилистической революции в стихах и просят, да? Да, там нет ничего такого, что можно было бы счесть смелым, бросающим вызов, фатальным и так далее. Ну хорошо, ну перелистнули книгу, где обценная лексика, перелистнули страницу, где еще описание каких-то немыслимых вещей. И что? Больше такой социальной роли нет, и она, роль, умерла навсегда. Коля, ты писал, в твоей литературе есть роковые женщины? Конечно, конечно, конечно. Вот не читайте. Я могу сказать о сегодняшнем кризисе этого института, о котором говорит Маша. Если бы Лили Брик хоть раз в жизни пошла на службу, она бы не была, сегодня было бы выставок про нее, она никогда не служила. И это очень важно. Только фото моделью для Родченко. Увы, но это уже другая роль. Бесплатно причем. Все знает. Русский писатель, он должен знать все. Вот, а нынешние женщины слишком озабочены просто тем, что они себя содержат, а заодно иногда мужчин, детей и тому. Я думаю, что... Вообще меня очень огорчает, что роковые женщины сходят со сцены. О ком же тогда писать-то вообще? Я думаю, что такая роковая женщина может возникнуть в ближайшем будущем, потому что вот когда второе поколение образуются вдовушки, богатые вдовушки наших миллиардеров... То есть все-таки вот марксист неунывающий, потому что, значит, все-таки социально главное, чтобы деньги были, и тогда сразу роковые женщины. Она должна быть свободной и у кого не просить денег. Ну, кто последняя роковая женщина в русской литературе? А, знаете, как ни странно, недавно «Новый мир» опубликовал повесть Всеволода Николаевича Петрова, Турдейская Манон Лескова. Такой прекрасный, полузабытый человек, кругу позднего Кузмина. Вот его героиня роковая женщина. Из последних, из настоящих. А вот я хотел задать самые провокационные вопросы. Вот Екатерина Измайлова, она жертва, но она роковая женщина, значит, жертва тоже бывает роковой женщина. Ну, как же она грибками там всех потравила-то? Ну, она же роковая женщина для тех, которые в могилки-то сошли. Нет. Так ты объяснишь. Екатерина Измайлова не является роковой женщиной, как не является роковой женщиной кошка, которая съела мышь. Да, почему-то вдруг. И она непонятно почему полюбила этого, убила этого, убила потом этого и утащила в речку свою соберницу на последней странице. Это абсолютно биологическое... Сонетку. Сонетку, да. Мне кажется, что вся штука с роковой женщиной в её умении сочетать несочетаемые вещи. Она как-то умудряется находить баланс или не находить, но этот баланс, он такой зыбкий. Она непредсказуемая, и в этом её опасность, да? Это правда, но дело даже не в этом. Она одновременно способна испытывать страдания и его причинять. Она одновременно очень сильная и очень слабая. И вот этот баланс, она всё время пытается нащупать, и ей не удаётся. Маша, что будем описывать в литературе, если переведутся роковые женщины? Ну, может быть, пора уже описывать роковых мужчин, действительно. Вы встречались с роковыми мужчинами? Осмелюсь сказать, что с роковыми мужчинами встречаются все. И понятие роковая женщина, извините за то, что я так пространна, оно оттуда и взялось. Что буквально каждой женщине, какой-нибудь мужчина, всё поломал, всё испортил, обязательно разбил сердце. Её жизненный путь вообще отклонился совершенно в другую сторону из-за каждого мужчины. Но не каждому мужчине женщина разбила сердце. Поэтому образ роковой женщины существует, а образ рокового мужчины нет. Потому что каждый мужчина роковой. Да, и сейчас вы жалуетесь на то, что ни в литературе, ни в жизни у нас, кажется, у нас поперевелись роковые женщины. А это, видимо, происходит из-за того, что женщина смирилась со своей ролью в обществе. Что ей удобно находиться в роли сильного пола, что ей удобно находиться в роли мужчины. И мужчины устали завоевывать женщин. И это завоевание перестало быть главным в их жизни. Они предпочитали, чтобы завоевывали их. Вот сейчас зрители слушают вас и плачут. Особенно женщины. Было бы хорошо, если бы мужчина понял, что женщина – это великий подарок, который всё-таки под ногами не валяется. Я говорю, что тогда он получит... Валяется. И этот подарок валяется. А вот сейчас, я думаю, телезрительницы плачут, слушая то, что вы говорите. Я вам, можно, маленькую реплику. Я вспомнил про Китай, например. Был такой писатель Пусун Лин, у которого в его рассказах я вспомнил, что есть роковая женщина. Это лисичка-оборотень, которая похищает гранатовое зёрнышко души мужчины. И полностью мужчину этого разрушает изнутри. У нас приятный момент. Мы вручаем гостям портреты от нашего фотохудожника Жени Дюров. Литература редко создаёт такие устойчивые амплуа и мужчин и женщин, над которыми ломают головы филологии, литературные клиники, сами писатели, сами поэты. Действительно, это амплуа. Прежде всего, литературно. И, конечно же, не женщина в жизни, а женщина в литературе и формирует эту самую фатальную роковую женщину. Можно сказать, в завершении этой передачи, да здравствует литература. Но мужчинам советую быть осторожными. Роковые женщины бывают, а от них даже иногда вешаются. Спасибо. До новых встреч. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok